Я вас всех приветствую, и Леонида, и всех, кто нас смотрит сейчас. Пожалуйста, подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, пожалуйста, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Ну что, война пришла в Россию окончательно? Бои идут в Белгородской области? Дождались? Ну почему только в Белгородской была атака дронов на Москву? Вот это действительно сильное, сильное событие. Атака дронов на Москву была еще в начале мая, когда дроны прилетели в Кремль и взорвались над куполом Сенатского дворца, так что это уже было. Нет, сердце Родины всем пофигу абсолютно, да, совершенно. Никого это не взволновало, скорее позабавило. А вот дроны на трех московских улицах, это, в общем, другая вещь, более серьезная, на самом деле, мне кажется. Ну, там, не знаю, более-менее трудно сказать, но это, в общем-то, серьезная вещь, и это принципиальное событие, мне кажется. Ну, народ безмолвствует. Ты знаешь, народ, вот, знаешь, вот Путин придумал себе мир, ну, такой, там, всякие там злобные люди в США, там, то, сё, и придумал собственную страну. Вот его страна, совершенно не похожа на ту, которую он придумал, на самом деле, да. Это старая и смертельно уставшая страна, которая ничего не хочет, ни на что не надеется, ни во что не верит. Хочешь, чтобы ее оставили в покое. Вот, ребята, отвалите все. Вот, мне кажется, главный такой месседж, главный такой посыл, с которым обращается к миру народ России. Отвалите, отвалите, оставьте меня в покое. И мне ничего не надо. Ни перья не надо. Нет, не надо, да. Ничего меня не волнует. Ну, вот, только, только оставьте в покое. Никакого возмущения не будет. Даже если начнут взрываться дроны посерьезнее, с боезарядом поменьше, побольше? Нет, побольше, да. Ну, нет, наверное, какая-то реакция будет, конечно, если людям придется прятаться в бомбоубежище, то реакция будет. Ну, это очевидно совершенно, да. Но до тех пор, пока это где-то, реакции не будет. Понимаешь, у нас очень атомизированная страна. Очень атомизированная. То есть, понимаешь, то, что происходит в Белгороде, не волнует Тюмень. Не волнуйте все. Ну, ребят, ну, далеко это в Белгороде, да. Когда в Хабаровске были эти замечательные протесты по поводу Фургала, то вроде бы сопереживание было, да. Но сопереживание было, во-первых, у очень небольшой группы населения. Во-вторых, это было как наблюдение за спортивным матчем. Вот как они все-таки сломают этих гадов или не сломают, понимаешь? Или все-таки они их разбросают всех и расстреляют толпу. Вот интересно следить. Бой гладиаторов, понимаешь? А вот сочувствие такого, сочувствие хабаровчанам, которые буквально в рожу плюнули, понимаешь? Убрав вот так вот демонстративно, убрав мужика, которого они выбрали, между прочим. Я уж не знаю, хороший, он плохой, не мое дело. Вот. Они его выбрали, они за него голосовали. Его взяли, повязали, вот как мелкого хулигана, да. И поставили абсолютного клоуна. Но ведь клоуна поставили этого самого Дегтярева, да. Вот. Люди были оскорблены. Вот сочувствия этому оскорблению не было. Понимаешь? Мы не сочувствуем друг другу. Ну, в смысле, там, лично люди друг другу сочувствуют. А вот как страна, этого нет. Страна, это ведь большая семья, огромная семья, да. В которой то, что происходит там где-то на другом конце страны, это все равно происходит у меня. Это все равно происходит как бы со мной, да. Вот этого у нас нет. А почему? Я тоже об этом думал. У меня есть своя версия, но я тебя хочу послушать. Ну, давай я попробую. Ну, потому что люди не являются субъектом страны. Понимаешь, вот если бы я в Белгороде и ты в Чите, мы вместе выбираем президента. Это наш общий президент. То, глядишь, что-нибудь бы и возникло, да. Но мы же его не выбираем, все же знают, что мы его не выбираем. То есть, люди привыкли жить в стране уже не первое десятилетие, а столетие, да. Когда люди живут в стране, в которой они максимально дистанцированы от властей. Вот от властей дистанцированы, да. Белый царь в Москве там что-то придумывают, ну и хрен бы с ним, ну и пускай придумывают. Да, лишь бы меня не трогал. И, кроме того, я знаю, что я на него, на царя, повлиять мы никак не могу. Ведь люди протестуют тогда, когда не могут повлиять. Почему там эти миллионные демонстрации были американцев против войны во Вьетнаме? Потому что они понимали, американцы понимали, что, ну, не то, чтобы президент увидит, испугается, сразу сделает, как они говорят. Нет. Но они понимали, как минимум, что ни президент, ни Конгресс не могут не обратить внимания на это. Потому что они не могут не обратить внимания. Как-то они будут реагировать. И когда ветераны Вьетнама, в том числе будущий госсекретарь Джон Кэрри, бросали свои награды на ступени Капитолия, то они тоже понимали, что вот такую акцию нельзя не заметить. Конгресс чего-то сделает. Поэтому они шли. Поэтому они шли. А у нас, наоборот, выучено, что что бы ты ни делал, хоть кол на голове тиши. Все будет то же самое. Все будет то же самое. Если кто-нибудь бросит свой боевой орден, какой-нибудь ветеран Афганистана или ветеран Чечни, куда-нибудь там на гранитные ступени перед могилой неизвестного солдата, или куда там еще они могут прийти, наверняка возбудят уголовное дело о надругательстве над государственными символами государственной награды. Найдут статью. Или просто фейки опарты. Ну, не вопрос. Ну, не вопрос. Поэтому люди уходят в себя, в свою частную жизнь. У кого-нибудь уходят в свою частную жизнь, у них нету коллективной жизни. Нету. И вот поэтому вот такая страна, которая не будет на это особо реагировать. Нет. Будут бомбить Москву так, что там народ будет бобоубежища сидеть, как сейчас в Киеве. Ну, конечно, народ будет и материться, и будут материть хохлов этих проклятых, да, из которых что себе позволяют, да. Будут материть Путина, будут материть Байдена. Ну, конечно, будут, понятное дело, да. Но это будет в Москве, а в Туле не будет. А в Туле будет наплевать. Вот. А кроме того, страна же еще и разделена очень сильно. Мне кажется, такого разделения не было со времен гражданской войны 20-го столетия. Вот у нас в стране сейчас. Это, конечно, достижение. Владимир Владимирович, спасибо ему. Вот. И очень сильное разделение между элитами и основной массой населения. Вот, ну, есть, так сказать, версия, мне кажется, она убедительная, что дроны летели на Рублевку. Ну, да, потому что даже если на карте посмотреть, то места, где якобы зафиксированы уничтожения, сбития этих дронов, они в трех районах. Истринском, Красногорском и Одинцовском. Это Рублевочка и есть-то как раз. Ну, вот. Так вот, если бы они долетели до Рублевки, представь себе. Дворцовая наша Рублевочка. Да, да, да. Если бы они туда долетели, если бы оно взорвалось там на территории Нового Огарева, прямо на Рублево в Успенском шоссе, там, или еще где-то, там, ресторан царской охоты, там, вроде, есть какой-то знаменитый, вот, и так далее. А то ты там не был никогда в этой царской охоте, ладно. В царской охоте не был. Серьезно? Серьезно, абсолютно. Я вообще, Рублевка, вот эта вся такая демонстративная роскошь вызывает глубочайшее отвращение. Я совершенно не аскет сам, да? Совершенно не аскет. Но вот это вот бриллианты на золото и золотой сокет. Нет, ну, там сколько раз всякие мероприятия организовывались, там, приемы, посиделки, дни рождения. В былые времена, когда я из России, когда ты... Ну, как-то я, вот, значит, царской охоты я избежал. На Рублевке я был бы. Ну, ты немного потерял, ну, просто... Я тоже так думаю. Вот. Так вот, если бы взорвалось все там, взорвалось то там, то народ был бы счастлив. Ну, просто счастлив был бы, да? Вот этим гадам-то, вот, значит, вот и хорошо, вот так и надо, да? Вот. Поэтому нет, возмущение будет локальное, но не будет общенационального. Вот такого, что вот на нашу Родину напали, нет, не будет. А вот ты посмотри. Пригожин-то явно начинает апеллировать к вот этим самым антиэлитным настроениям, которые, очевидно, в обществе присутствуют. Ну, в общем. Не, ну, на это вообще много ума не надо. Это все делали разные люди. И, там, Ельцин, и Навальный, и кто угодно. В общем, в любой стране это очень на ура идет. Ну, Пригожин, что? Пригожин, наверное, решил спрятаться в политику. Он, наверное, все-таки понял, что его грохнут скоро. И вот. Но он решил стать крупным политическим действием. Я думаю, что у него ничего не получится. Да? Потому что, знаешь, почему не получится? Потому что нельзя стать серьезным политиком, не опираясь, ну, не испытывая поддержку какой-то части элит. Вот какой-то части элит. Ну, в смысле, распорядителей ресурсов. Финансовых, медийных, моральных, военных, там, и так далее. Мне кажется, что Пригожина ненавидят все. Потому что никому не нужен бандит с кувалом. Он же не нужен бандит, рукоган. Он враг любого нормального человека. Хоть олигарха, хоть простого рыбоотсяги. И поэтому думаю, что у него ничего не получится. Ну, посмотрим. Ну, во всяком случае, он явно занимается политической деятельностью уже вовсю. Смотри, интервью. Ты обратил внимание, там была история, что какой-то Константин Долгов, я впервые услышал эту фамилию, некий прокремлевский блогер, такой прокремлевский провоенный, пропутинский, взял у него интервью и тут же был наказан за это, уволен из какой-то интернет-компании, управляющего какими-то сайтами, или одним сайтом, или несколькими, куда его долго-долго зазывали, он наконец согласился, потом проявил творческую инициативу, взял интервью у Пригожина и тут же был изгнан. Леденящая кровь история, это было рассказано многими и пересказано, но ведь действительно большое интервью, продуманное со стороны Пригожина, с разного рода заготовочками, с, в общем, некой программой действия на будущее. Война будет долго, два года понадобится на то, чтобы отвоевать украинцев в Донбасс, три-четыре года, чтобы дойти до Киева, что страна должна превратиться в военный лагерь, всех мобилизовать, кто не может держать винтовку, тот пусть идет, как во времена Второй мировой, на производство снарядов на поточную линию, ну и так далее и тому подобное. И как бы за всем этим еще читается, а уж те, кто вот там по рублевкам прохлаждается, с теми разбираться будем отдельно. Естественно. И что, вот народ на это не клюнет? Не пойдет? Слушай, ну на этом рынке много людей, и почему Пригожина слышно? Потому что его до недавнего времени, так сказать, пускали в телевизор, да? А сейчас его вроде перестали пускать телевизор, В интернете, на всех телеграм-каналах, во всех соцсетях. Не, ну народ за это может и схватиться, но популярность, она может накачаться. Но популярность не будет конвертирована в пост президента Российской Федерации. Нет, не будет. Потому что нельзя быть президентом Российской Федерации или депутатом Государственной Думы, даже уж какой бы она ни была смешной, В общем, нельзя никакого поста занимать, если тебя не поддерживает какая-то группа элит. Посмотрите, там есть готовая партия, ЛДПР называется. Правда, у нее цвета этой партии совершенно политнекорректные по нынешним временам. Я имею в виду по нынешним российским законам и порядкам. У них же желто-голубые цвета, у ЛДПР. Серьезно? Да. Я даже не помню, как выглядит их фото. А вот фирмы, я думаю, что они сейчас срочно думают над, что называется, новым фирменным стилем. Ну, ведь ЛДПР – это такая структура интересная. То есть, вот сегодня у них есть ресурсы, они там чего-то. А завтра 25-й помощник Владимира Владимировича позвонит, и не будет никаких ресурсов. Совсем же. А выяснится, что они все, наоборот, американские шпионы. Инициативу им явно не хватает после смерти Владимира Вольфовича нового лидера харизматика. Ну, если он согласится на позицию Жириновского, и Кремль ему поверит, а я думаю, что Кремль ему не очень поверит, потому что он больно себе что-то много позволял, то это, в общем, для него вариант. Это вариант. Почему бы и нет? Стать Жириновским – это возможно. И у Миронов, на самом деле, Миронов уже, по-моему, там окончательно увяло его харизмой. Некогда упругая. Он и там может подсуетиться. Тем более, что он же с Сахаром Прилепином объединен. Да, Прилепин там есть, да. Ну, может, нет. Понимаешь, если он... Ну, надо понимать, что это тупиковый путь. То есть, вот если он согласен быть там Мироновым или Жириком, то, ну, да, я думаю, что этот путь для него... Так, не исключено, что этот путь для него открыт. Но если он хочет быть самостоятельной какой-то фигурой, то это может забыться. Слушай, ну а как же Ельцин в конце 80-х? Он же был чистым одиночкой, когда вот был изгнан отовсюду, назначен зампредседателя Гостроя, чуть ли не исключен из партии. Ну, из партии его, конечно, не исключили, но выговор зиму занесли. Разве его кто-то из элит поддерживал тогда? Я не знаю. Ну, тогда была революция. Тогда была революция. Тогда все было по другим законам. И Борис Николаевич оказался в нужное время, в нужном месте. Кроме того, Борис Николаевич поддерживали... Поддерживала реформаторское крыло Политбюро. Ну, а значит, реформаторское крыло аппарата КПСС. Его поддерживал Александр Николаевич Яковлев. Ну, так, поддерживал болчаливо поначалу. Ну, тем не менее, тем не менее, вот. Ну, Александр Николаевич был, так сказать, человек глубоко интеллигентный. И вообще, как его занесло в Политбюро, это вообще понять невозможно. Но, тем не менее, нет, но Александр Николаевич его поддерживал. Допустим, кто его поддерживает? Эти поддерживали люди. Это крыло КПСС, конечно, его поддерживало. Вот, поэтому... Скорее, рядовые члены поддерживали, а против этих рядовых членов уже не могли идти их лидеры. Ну, Александр Николаевич... Я бы так сказал. Ну, возможно, но Александр Николаевич, он все-таки... Я думаю, что они были в одном... В одном окопе, более-менее. При том, что Александр Николаевич мог быть скепсисом по отношению к нему какой-то, ну, это не важно. А сейчас не назревают революционные ситуации? Тебе не кажется, что, как минимум, верхи уже не могут по-старому управлять? Ну, верхи-то точно не могут, да. Ну, они, в общем, давно уже, у них компотенция не получается. Войну-то точно не могут никак выиграть, да? Хотели за три дня, а война уже скоро полтора года продолжается. А потом, помнишь, Владимир Владимирович изволили дать приказ к Новому году, там, зачистить Донбасс, да? Потом еще к чему-то зачистить Донбасс. Ну, в общем, ну да, Донбасс до сих пор вполне себе стоит. Насколько революционная сейчас ситуация... Ну, в коем-то смысле да, в коем-то смысле да, но не видно механизмов. Нет ощущения, что низы не хотят так жить дальше. Нет, он низам... Верхи не могут, низы не хотят. Так, у меня такое впечатление, что низы, низам все побарабануло. Вот отвалите от меня. По-моему, других чувств у российских низов нету на сегодняшний день. Вообще, понимаешь, посмотри, насколько нет никакого энтузиазма. Ни на что. Вообще, вот страна себя ведет, как очень старый человек, у которого прошлое есть, а будущего нет. Ну, нету будущего. Причем он такой одинокий, несчастный старый человек, который не может даже сказать, что его труды, его усилия, его жертвы конвертированы в детей и внуков. Да нет. Дети и внуки сами по себе. Он сам по себе. Нет того, чем бы он гордился, как делал рук своих. Вот что я сделал. Вот что я сделал. Как человек, который, ну, я знал там энергетики, я знал таких строителей. Вообще энергетиков очень уважаемых. Ну, сейчас они уже кто-то, кто-то уже покинулся и мир. По твоей былой работе в РАО ЕС в России. Да, 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 да. Вот. Ну, и кто-то уже в иной мир ушел, кто-то просто очень пожилой человек не работает. Он говорит, ну, вот я с ними разговаривал, они очень такие люди интересные. Я с ними много раз общался на разные темы и по делу, и так за жизнь. И вот люди гордились тем, что они сделали. Вот он уже в отставке, он уже больной, он там в Совете ветеранов сидит и сам понимает, что это такая немножко смешная позиция. Но при этом он говорит, вот посмотри, вот что мы сделали. Здесь же чисто поле было, а вот сейчас стоит. Это мы сделали. Вот это чувство гордости за сделанное. Вот мне кажется, что у метафорического человека, который наша страна, вот у того старика, который наша страна, у него нету чувства гордости за сделанное. Ну, нету. И телевизор пытается это как-то спровоцировать, а не получается ни хрена. Все как-то натужно ужасно, да. И вся эта гордость победы, и все остальное. И героев нету. Вот он такой скептичный ужасный человек, как бывают старики, да. Что вот, ну, разные бывают, бывают и такие. Спасной скепсис, да все, в общем, за любым действием он видит корыстные там какие-то мотивы, он не верит никому и так далее. Вот посмотри, нет героев. Нет героев, да. Как их пытаются сделать? То из этих, которые сейчас погибают в Украине. Ну и что? Понавесили по Москве билбордов с совершенно одинаковыми лицами без выражения, значит, с этими героями России, да. Кого они оплодотворяют? Кого? Кто на них хоть как-то реагирует? Ну нет же, да. А помнишь, все пытались, тот же телевизор пытался вызвать у нас чувство скорби в связи с убийством очередного донецкого бандита. Там, помнишь, и Гиви, там, Моторолы, я не знаю, помнишь, какие-то клички такие смешные у всех были почему-то. Вот. Захарченко этот. И вот пытались вызвать такую всенародную скорбь. Ну, не было всенародной скорби. Вообще, последний раз энтузиазм был, ну, два раза. Это было Бабье Лето, этой старой, очень старой, уставшей страны. Это Сочинская Олимпиада и потом аннексия Крыма, сразу после нее. Вот тут было Бабье Лето, вот тут был настоящий энтузиазм в стране, действительно, да, к стыду нашему энтузиазму, энтузиазму от аннексии, от кражи. Ну, неважно, он будет. Но, с другой стороны, ты же помнишь, какие протесты были в Москве, какие были демонстрации многотысячные против аннексии Крыма. Это тоже было Бабье Лето в некотором смысле. Не только помненно участвовал, естественно, во всем этом. Когда демонстранты протянулись, по-моему, по всему Бульварному кольцу, если на память не знаю. Да, было такое дело. От Кушкинской и туда на много-много километров. От Кушкинской до проспекта этого самого, до проспекта Сахарова, это на раз. Это было несколько раз такое. Нет, ну да, конечно, это тоже было. Но было вот это Бабье Лето вот этого глубинного народа, да. А сейчас он старый, уставший. Вот. И говорит, отвалите от меня все. В том числе с вашими украинскими дронами. С вашей войной. С вашим освобождением русских людей от гнета бандеровцев. Биолабораториями, которые делают русских женщин бесплодными. Распятым мальчиком. Ребята, отвалите все. Вот мне кажется, это единственное, чего они хотят сейчас. Но при этом, вот мне кажется, что проблема вот этой вот атомизации, общественной атомизации, когда каждый сам за себя и каждому глубоко наплевать на судьбу страны. Я сказал, что я выскажу свою версию. Ну, это, кстати, эта версия ничуть не исключает то, о чем ты говоришь. Скорее, мне кажется, дополняет это. Агрессивным образом на протяжении достаточно долгого времени, это началось ведь даже не в 2014 году, это началось еще раньше, стал насаждаться некий набор ценностей, идеалов, которые абсолютно не позволяли обычным гражданам с этим себя идентифицировать. Вот в былые времена там понятно было, что мы там должны построить к 80-му году коммунизм. Ну, черт возьми, не построили, но проведем Олимпийские игры в Москве, построим Олимпийские объекты, Москва похорошеет, примем иностранных туристов, полетим в космос с американцами на Союз, на Аполлоне. Был какой-то набор там понятных вещей, которыми теоретически можно было гордиться. А сейчас, и конечно, мне кажется, что вот очень важное обстоятельство, это то, что во главе всей этой истории стоит человек, который тебе глубоко равнодушен. Ты можешь не поддерживать противников Путина, ты можешь не быть за Навального, или там за Ходорковского, или за Каспарова, но ты при этом ничего не испытываешь по отношению к этому странному, смешному, в чем-то жалкому уже старику, который сидит в Кремле, за которого ты никогда в жизни не голосовал, а может и голосовал, но все равно голосовал, понимая, что его и так, и без меня изберут. Ну, да, только я бы не стал сводить людей, которые против Путина, сторонниками трех того и названных фамилий. Вот, по-моему, совершенно неправильно. В смысле противников Путина. Противников Путина, сторонников Путина. Я говорю, что нет, эти противники Путина могут не быть сторонниками вот этих трех перечисленных моих фамилий. Они могут вообще не быть другими сотрудниками. Я вообще не знаю, есть ли в серьезном, ну, в значимом размере сторонники у кого-либо, кроме Навального. А где же они? Почему же они не выходят, не идут к тюрьме освобождать своего лидера? Точно так же, как где сторонники Путина? Этого лидера собирались сейчас дронами разбомбить? Почему народ не выходит на улицу? Ну, потому что он не лидер. Ну, потому что он не лидер никакой, на самом деле. Никакой он не лидер, никакой харизмы нет вообще. Была когда-то, давно уже вся пропала. Вот, никакого энтузиазма нет по отношению к нему. Поэтому, кстати, не только сейчас дрона, ну, хорошо, а ордер на арест. Да, ордер на арест. Да, всем плевать. Ударили по Кремлю. Да, были времена бы устроили демонстрацию протеста, на самом деле. Ударили по Кремлю. Через портком, через местком. Ну, точно организовали бы где-нибудь. Главное же, понимаешь, организовать-то и сейчас можно. Но всем понятно, что это фальшь. Ну, всем понятно, что это фальшь. Да, вот, никакого стихийного возмущения нету. Нету. Вот, представь себе, что то же самое было бы сделано по отношению к Леховалянце, вот, когда он там был на пике своей популяции. Польша бы стояла на ушах вся. Вот вся Польша. Не надо было ничего организовывать. Вот, поляки бы сами вышли, вот, просто люди вышли бы, да, и устроили бы такой кипиш, что мало бы не показалось. Да. Тут международный ордер, ордер на арест. Через пару дней говорят, нет, ребят, вы не волнуйтесь, он пожизненный. Он пожизненный. Мы его никогда не снимем. Вот. И всем плевать. Дрон ударил по сенатскому корпусу. Зеленский говорит, нет, нет, это не мы. Видимо, это марсиане. Значит, дрон ударил по сенатскому корпусу. Вот, Певцов, как есть мужчина большого ума, сказал, что это покушение на жизнь президента Российской Федерации. Вот. Окей. Где возмущение людей? Ребята, на жизнь лидера покушались. Он никакой не лидер вообще. Навальный другое сделал. У Навального есть, так сказать, преданные страстные сторонники. Есть. Многие в тюрьме сидят из них, между прочим. Вот. Но идти к тюрьме его освобождать, это, ну, ежу понятно, что ты будешь под пулеметами, а его просто перевезут в другую тюрьму. Вот и все. Ну, хорошо. А вот сторонники Навального призывают поддержать его 4 июня. Как с этим быть? Не сторонники Навального, а штаб Навального. Штаб Навального. Разные вещи. Сторонники Навального и штаб Навального – это разные вещи? Сторонники Навального – это довольно много людей, живущих в разных странах и в основном в России. Вот. Их много, действительно, людей, для которых Навальный лидер, которые хотели бы, чтобы он был президентом, которые сопереживают ему там и так далее. И таких людей действительно очень много. Штаб Навального – это несколько человек, аппарат, достойные люди. Ну, это не совпадение. Они не совпадают, да? Значит, ну, у меня очень амбивалентное отношение к этому призыву. То есть, нет, то, что будет происходить там в Европе или где-то, ну, все, что происходит, все к лучшему в этом смысле, да? Ну, потому что, конечно, я уверен, что никто не будет выступать только за Навального. Что все, кто выйдут, неважно, там, это будет в Мадриде, в Париже, в Праге или где-то, все будут выходить за политзаключенных вообще. За всех политзаключенных, ну, это несомненно совершенно, да? Вот, и это правильно, это хорошо, дай бог, да? Вот, я не смогу участвовать в Берлине, потому что в то время, когда в Берлине будет акция, я буду в поезде ехать в Брюссель на ту конференцию, где мы с тобой выведемся. Как раз. Так что я просто не смогу, но и пошел. В понедельник, да. В понедельник конференция, а я буду в воскресенье, 4 июня, я буду как раз ехать туда. Поэтому я не смогу участвовать. К сожалению, я бы участвовал, безусловно. Вот, но в России, понимаешь, в России, меня немножко резануло в призыве штаба Навального, меня резанула одна вещь. Они сказали, возможно, это была ошибка. Наверное, просто по ошибке они это сделали. Ну, если исходить с презумпцией, так сказать, добра и достоинства каждого, то я думаю, что они просто ошиблись. Они сказали, что если вас оштрафуют, то мы вам поможем деньгами, адвокатами и так далее. Вот. Но они не сказали, что будет, если вас посадят. А вас посадят. А вас посадят. Практика известная, начиная с болотной, да? Да. И мы имеем дело с людоедами. Это надо понимать. И когда они сказали, Волков сказал, что можно рисовать граффити, но за граффити, как за терроризм, загреметь просто нефиг делаться. Ну, чистый терроризм же, ну, понятно же, да? Терроризм, а также изменорозия. Вот. Если ты там граффити какой-то нарисовал. Вот. Поэтому у меня там здесь позиция какая. Значит, я считаю, что, во-первых, я считаю, что в тюрьму с волей советов не дают. Как я, проведя небольшой срок сам в тюрьме, я вот услышал там такое выражение, мне оно очень понравилось. Действительно. Вот действительно, вот не надо туда давать совет, там где-то разберутся. И в этом смысле не надо из-за границы давать советы в Россию. Они в тюрьме. Они разберутся. Что им делать, что им не делать и так далее. Кроме того, мне кажется, что призывать сейчас к участию какой-то активной деятельности в России имеет право, ну, тоже я не уверен, что он имеет на это право, но уж точно, как минимум, должен быть человек, который сам это делает. Ты призываешь граффити рисовать, пойди сам нарисуй граффити. И скажи, вот я нарисовал граффити, вы тоже можете нарисовать, ребята, не бойтесь. Сам пошел на площадь, отлично. Тогда ты можешь призывать. А сказать, ребята, вы пойдите, а вам за это будет штраф, за который мы заплатим. Ой, не штраф ему будет за это. И вот очень важно вот, что я не призываю сидеть тихо, засунуть вообще все там, язык куда-нибудь и так далее. Нет, конечно. Нет, конечно. Я призываю только к одному. И на это дело с открытыми глазами. Понимая, чем ты рискуешь. Понимая, что ты рискуешь жизнью на самом деле. Ты рискуешь жизнью, потому что тебя могут указать в тюрьму на 10 лет или на 12, а там убить. Или ты ее просто не переживешь. Ну и так далее. Вот это надо понимать. Если это понимая, ты все равно идешь, ну, храни тебя Бог. Храни тебя Бог, что ты пошел. Но ты должен понимать, куда ты идешь. Вот обязательно. Поэтому вот, ну, я думаю, что это в основном люди понимают. Хотя, может быть, есть какие-то молодые совсем ребята, которые не понимают степени отмороженности наших властей. Вот. Ну, не знаю, кто-нибудь из них случайно твой канал смотрит, может услышит, может задумывается. Вот. Я не против жертвенности. Я не против риска. Просто вот надо понимать, на что идешь. Вот и все. Ну что ж, Леонид, спасибо большое за этот разговор. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok